Дети в школу собирайтесь Итак, наш десятый сезон в разгаре, ну а у детей в самом начале учебный год Вот под этим знаком и пройдет наша игра А чтобы было с кого брать пример нашим юным и не очень юным зрителям Мы пригласили в нашу студию участников областного лагеря одаренных детей Ну сплошные умники, умницы, олимпиадники, победители разнообразных конкурсов Вот эти замечательные люди, приветствуйте их Слева от меня на синей стороне студии у нас команда Матвея гуляет Так мы ее будем назвать, команда Матвея, Матвей, луднись О, молодец, умеет, прекрасно Справа от нас команда Андрея Дубовца Андрей в камеру, о, красавец Итак, команда Андрея, команда Матвея против команды Андрея Начало учебного года и сразу же начинаем мы с самой интуитивной, самой быстрой и самой простой блеф игры Наша Донетка Матвей, кто у вас наиболее интуитивен среди ваших одаренных детей? Наиболее интуитивна у нас Яна Яночка, хорошо, да, вот прямо в глаза смотришь и там интуиция у нее так и блещет Хорошо, Андрей, кто у вас быстрый и коротко отвечающий? Да, нет, да, нет У нас это Александр Итак, Яна против Александры, вперед Задача очень простая, даже не просто простая, а супер простая Я говорю какую-то информацию, могу врать нагло, я это умею, а вот работа такая А вот, а могу говорить чистую правду Вам нужно либо не согласиться с моим враньем, либо согласиться с чистой правдой Ставка 5 очков Начнем Верите ли вы, что День знаний в Советском Союзе официально стал праздноваться с 50-х годов? Это фальстарт, Яночка, за этим очень строго следит наш электронный судья У Александры есть шанс Верно Верно Нет, с 1984 года он стал официальным праздником Теперь вы это знаете Дальше Верите ли вы, что 1 сентября стало началом учебного года только в 30-е годы? Фальстарт у вас теперь Александра, наш электронный судья не дремлет, Яна у вас шанс Да, верно Да, 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 а раньше было кто в лес, кто под рова И Яна приносит первые 5 очков команде Матвея Матвей, подмигните и улыбнитесь Ох, умница, хорошо Верите ли вы, что в Бразилии учебный год начинается аж в феврале? Саша? Нет, не верю А нужно верить, что в Бразилии все наоборот Когда у нас весна, у них осень, когда у них зима, у нас лето Поэтому февраль у них как раз соответствует, собственно, окончанию лета у нас Теперь вы это знаете Верите ли вы, что наши предки, они молились святым в начале учебного года И молились они следующим образом Маланья, Маланья, дай мне знания Верите, нет? Нет А на самом деле они приходили к святому Науму и говорили Святой Наум, наставь Наум Как раз начинали учиться в декабре, в день святого Наума Вот вам такая информация для эрудиции Может, где-нибудь на Олимпиаде блеснете И заканчиваем Верите ли вы, что японский день знаний совпадает с европейским днем дурака? Фальстарт, фальстарт у вас, Сашенька Ну, не выдерживай просто нервы У Яны есть шанс Да, верю 1 апреля день дурака у нас И 1 апреля маленькие полцы идут в школу Команда Матвея, благодаря стараниями нашей интуитивной Яны Вышла вперед 15-0 Но это только самое начало игры Посмотрим, что будет дальше Дуэль игра, вперед! Итак, внимание, прослушайте 5 тем дуэль игры 5 поединков лицом к лицу, 5 человек, ну и так далее Итак, первый бой, день знаний Ну а дальше, как в школе, пошли у нас, пошли у нас уроки Урок биологии, второй бой Урок географии, третий бой Урок истории, четвертый бой И пятый наш урок, это урок физики Говорит, что в конце дня нельзя стоять тяжелые уроки Ну вот так мы поставили Итак, у вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять Вперед! Готовы, все, прекрасно Ну а девушки еще о своем женском успели переговорить Прекрасно, начнем Матвей, команда Матвея, Матвей, гуляй Начнем мы с дня знаний Кто у вас знает буквально все о первом сентябре? О первом сентябре у нас знает очень много Яна Яна, Яна, это ваш второй и последний выход Я думаю, вы блеснете снова Кого отправляет против Яны наш замечательный Андрей Дубовец? Я отправлю на степку Итак, Яна против Настей Начнем Я напоминаю, что наш электронный судья на чеку И если вы дернете фальстарт, он даст вам соответствующий сигнал Итак, начнем День знаний Обычно 1 сентября его дают вместе старшеклассник и первокладница Фальстарт у вас, фальстарт Я же говорил вам, Настенька, вот смотрите, там лампочки у нас горят У Яны шанс? Дают звонок, первый звонок Первый звонок, браво, плюс пять очков Яна в ударе в своем репертуаре играем Настя, я в вас верю В допетровские времена Первого сентября отмечали не начало учебного года А начало? А начало чего? Начало его Не учебный год А какой год? Три, две, одна О, Яна решилась Нового года Нового года, да, браво, Яна Отлично, успела Вот с первого сентября, ну, потом Петр придумал, что нужно первого января, как и в Европе После революции в России был объявлен так называемый ликбез Ликбез Программа по ликвидации ее Безграмотность Великолепный ответ Настя, нужно драться, нужно сражаться Этой осенью День знаний в Беларуси отмечали именно в эту дату Да Второго Чего? Сентября Второго сентября, да Играем Первого сентября День иконы Божьей Матери, которая именуется Прибавление Его Прошу, Настя Прибавление знаний Знаний, это их было Прибавление Яна Может, Ума Прибавление Ума Великолепно Итак, Яна, я вот, если бы у меня была шляпа сейчас, цилиндр или какой-нибудь Боливар Я бы снял его перед вами, потому что принести 35 очков в своей команде на 5-очковых темах Это достижение блестящее Браво, Яна, браво, Настя Следующий бой Следующий бой урок биологии Нужен новый такой доктор Павлов, доктор Сеченов, доктор Мичурин в одном лице Кто? Таким универсальным доктором сегодня у нас будет Ира Ирочка, готовьтесь, доктор Ира готова выходить Андрей, кто такой доктор у вас? У нас это Борис Прекрасно, итак, Ирина против Бориса, вперед Прекрасно Урок биологии Начнем с простого, припростого вопроса Лейкоциты, это красные кровяные клетки или белые? Белые Белые, прекрасно Продолжаем Когда кошка, или собака, или даже хомячок меняет зимнюю шерсть на летнюю Это называется Вот Смена шубы Смена шубы Смена шубы, это когда мама говорит Папе, что-то у меня прошлогодняя шуба запылилась Нужна новая шуба Нет Прошу, Ира Это как Ну Что делает? Линяет оно животное Это линька Смена шубы, это хороший мемчик, да Продолжаем Так называются роговые образования, которые покрывают кожу птиц Перья О, перья, наконец-то Хорошо Так называется периодическое колебание стенок артерий Происходящее синхронно с сокращениями сердца Перекачка крови Я не буду комментировать, Ира Это пульс Тук, 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 тук Сейчас он у них ускорен, у меня спокоен, как всегда Так насекомые, например, бабочки или пчелы участвуют в размножении растений Каким образом? Опыление Молодец 40-15 Команда Матвея Впереди у нас урок географии Вперед! Итак, кого Матвей отпускает гулять по нашему студийному глобусу? По студийному глобусу я отпущу гулять себя Прекрасно Главное, недалеко отпустить Матвей, потому что отбежите от себя и потеряетесь Андрей Саша Саша Итак, Матвей против Саши Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем Пассаты Пассаты – это такие течения в тропических широтах океана Какие течения? Матвей? Воздушные Воздушные, да, это ветры такие, прекрасно Хонсю – один из островов этого архипелага Матвей? Японии Японский, Япония принимается АПЛОДИСМЕНТЫ Этот вид рельефа занимает 64% суши Равнина Равнина – это правильный ответ АПЛОДИСМЕНТЫ Самый крупный водоем нашей Белоруссии – ценисош, а это что такое? Нарыч Это озеро Нарыч, да, она даже вилийскую водную систему превосходит И заканчиваем В виде кристаллов или хлопьев выпадает именно этот вид осадков Хлопьями что валит? Прошу Град Град хлопьями Ой, да, ни разу не видел, но любопытно будет посмотреть Саша Снег Снег, конечно, хлопьями валит, кружится, мелькает и тает 55-25, Матвей держит свою команду в отрыве Но Саша тоже не подкачала Отлично сыграла Следующий бой История, вперед! Урок истории нужен человек, который умеет отличать Владимира Ленина от Уотта Тайлера хотя бы Кто это? Это Максим Максим, да, солидный историк Андрей, кто у вас? Егор Итак, Максим против Егора, вперед Древний человек отличался от животных тем, что использовал их Руки Руки А животные как бы вот лапы не использовали, хорошо Егор? Использовали палку-копалку Ну а как это называть одним словом? Орудие труда Орудие труда, и это верный ответ Цивилизация Месопотамии появилась в междуречии этих двух рек Да Сигар и Ефрат Прекрасный ответ Эта религия помогла объединить арабов в седьмом веке Хорошо Ислам Великолепно Егор Уперлись, играем Это исторический период Следующий после античности И предшествующий новому времени Фальстарт Фальстарт Не спит наш электронный судья И у Максима появился шанс ответить Средневековье Это средние века или средневековье? Отлично И время в начале семнадцатого века На Руси называли таким временем Смутным Смутным, да, когда поляки Туда-сюда их выгнали Потом опять пришли Потом, в общем, много смешного было Смутное время Великолепно сыграл Максим Максим, откуда вы такой умный? Из Рогачева Прекрасный город Егор? Из Мозыря Вот на этот раз Рогачева Одержал победу над соседним Районным центром Столица Полесья Над столицей Сгущенки У нас следующий бой Урок физики Вперед! Перед уроком физики У нас следующее положение 75 у команды Матвея 30 у команды Андрея Нужен серьезный физик Ну, если не Альберт Эйнштейн То, по крайней мере, Курчатов Андрей сегодня у нас возьмет Фамилию Курчатова Хорошо, Андрей у нас будет Курчатова Андрей, я понимаю, что вы Рветесь в бой Кто будет противостоять Нашему Курчатову? Я О, это серьезно Итак, Андрей против Андрея Вперед! Из студии кричит Андрей, Андрей А я загадываю желание Находясь между двумя Андреями Я хочу, чтобы получилась Красивая, равная игра Чтобы счет Вот так вот колебался Как чашей весов Итак, поехали Урок физики В центре атома имеется Это образованное Протонами и нейтронами Прошу Ядро И это верно Представьте себе, что сила в один ньютон Переместила тело на один метр Произведена работа В Одну лошадиную силу Одну лошадиную силу? Ну это если мое тело переместить на метр Тут без лошадиной силы не обойдешься А на самом деле работа произведена В сколько? Один ватт Один джоуль Теперь вы это знаете Играем На орбите можно наблюдать Это явление Отсутствия силы С которой тело действует На опору или подвес Что ж там за такое? На орбите летит, летит, летит Невесомость Невесомость, конечно Очень весомый ответ Великолепно, Андрей Простой вопрос Ну все вы включали Тыкали по кнопкам плеера Радиоприемника Радиоволны диапазона FM Это короткие или ультракороткие волны? Ну? Ультракороткие УКВ, да Это верхний диапазон УКВ ФМ на самом деле Вот теперь вы и это знаете И заканчиваем Этот термин Служащий для краткого Обозначения действия Одного тела На другое Вот если я буду Воздействовать так сильно На Андрея Че это будет? Сила Сила, конечно же Ну, уроки у нас Закончились Пора готовиться К централизованному тестированию Тест игра, вперед Перед тест игрой Счет у нас 75-50 Великолепный наш Андрей Из кормы Сократил разрыв Как летит спортивные комментаторы Ну, а сейчас Обращаюсь к Матвею По традиции К синей стороне Матвей, тест игра у нас Идет под темой Человек Очень широкая тема Кто так разбирается В людях у вас в команде? В людях Неплохо я разбираюсь Хорошо Я вам завидую Я не столь Это умею делать Андрей Настя Настя Итак, Матвей Против Насти Вперед Три варианта ответа Одно нажатие На кнопку Десять очков Ставочка Наш древний предок Хомо Хобилис Это Человек Сообразительный Б Человек Умелый И С Человек Разумный Прошу А Человек Б Б Б Диоген Фальстарт Фальстарт Настенька Ой, да Там с кем-то плохо Даже стало на трибунах А у Матвея Есть шанс Заработать Десять очков Б Б Сократ Нет, на самом деле Это был Диоген Который жил В бочке На самом деле Не в бочке А в огромной амфоре В пифосе И даже Когда пришел к нему Александр Македонский Спросил, что ему дать Отойди За слонями солнца Своеобразный был мужик Играем Древнейшая стоянка Человека На территории Беларуси Это А Светиловичи Б Азаричи Ц Юровичи Настя, ну что же вы делаете Увы Прошу вас, Матвей Юрович Юровичи, конечно же Это Мозовский район Кстати, сами-то вы откуда? Сам я из Светлогорска Хороший город И заканчиваем Человек Это звучит гордо Автор фразы А. Пушкин Б. Толстой Ц. Горький Настя А это был Толстой Это был Толстой Это не был Толстой Матвей Это был Пушкин Это был Пушкин А на самом деле Это Максим Горький Сказал Человек Это звучит гордо И я полностью с ним согласен Хотя бывают разные люди 95.60 Перед слайд-игрой Небольшой разрыв Славьера Картиночки Вперед! Ну вы знаете, что в этом сезоне Мы нашу азбуку Не начинаем с азбуки Види и так далее А начинаем мы С буквы Л Чтобы и хвостовые буквы Тоже немножко поучаствовали В нашей уникальной Викторией для школьников Кто готов угадывать картинки С буквами? Слайд-играй На картинке с буквами У нас Максим любит смотреть Андрей Борис Итак, Максим против Бориса Вперед! Вот тут ничего жать не надо Я, начиная с выигрывающей стороны Посмотрел на экран 5 секунд подумал Повернулся к микрофону И четко сказал Человек Это звучит гордо Итак, Максим Начинаем с вами На букву Л Прошу Тишина Нужно назвать Этого человека Смотрели мультик Наверное По капитану Врунгеля Нет Нет, да? Понятно Борис? Тоже нет Понятно А на самом деле Это старший помощник Того самого капитана Врунгеля На яхте беда Это лом Теперь вы это знаете Мог бы Борис получить 10 очков на подборе Но не получилось Следующая буква М Борис Играем с вами Это муравей Нет, это не муравей Я даже сказал бы Совсем не муравей Максим, может вы Вглядитесь в лицо В глаза посмотрите Как советовал На позапрошлой игре Человек Нет? Скажите Муха Муха Нет, цокотуха Она по-другому выглядит На самом деле Вот вы сейчас увидели Портрет Моли Это моль Вот увидите такую страшную Это моль Сразу ее нужно сделать Вот так Максим, играем с вами Следующая буква Нет, нет 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 Может вы? Борис 10 очков все-таки на подборе Ну Не Не встреча Вот там подсказывают Не встречали таких Шляпка стоит Подайте Это нищий Нищий Играем с вами Созвездие Ориона Орион Прекрасно 15 очков Борис Небесный охотник Орион Прекрасно Играем с вами Максим Да, это оружие Очень такое серьезное оружие Великанов валит на раз Три Две Одна Пулемет Понятно Прошу Нет Петля Петля Нет, петля немножко по-другому Там бы кусочек мыла рядышком лежала Если бы это была петля А вот таким оружием Давид Сразил Великана Голиафа Это проща Один Конец Привязывается К поясу Или к запястью Второй в руке Раскручивается И отпускается Летит Камешек Или шарик И бьет насмерть Борис Играем с вами Вот меня интересует предмет Который растянут Между двумя этими скифами Замейтое скифское жилье Что же за предмет такой За которым плавали органавты-то Три Две Одна Борис безмолвствует Максим Это руно Это руно Браво Золотое руно Десять очков на подборе взял Ну Развивай успех Струя Струя, конечно же Плюс пятнадцать Борис Тиски Конечно Чувствуется Человек Не обходит кабинет труда Мастерские Сейчас, Максим, прошу Узор Узор Вот разыгрались Великолепно Боря Последний слайд Последняя буква Фунт Стерлинга Вот ты правильный ответ Да Это фунт Стерлинга Сто тридцать пять Сто пять Разрыв всего Тридцать очков Впереди команда Матвея И решающая Риск игра Вперед Игра со штрафом Правильный ответ Плюс двадцать Неправильный Минус двадцать Ну, риск Благородное дело Матвей Кого вы отправляете В самый рискованный бой В самый рискованный бой Я отправляю Андрея Андрея из Мозыря Правильно? Правильно Прекрасно Андрей Я догадываюсь Кого вы собираетесь Бросить Против Андрея Себя Себя Ну что ж Андрей против Андрея Вперед Андрей 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 Мозырский Андрей Кармянский Итак, поехали Это и измерительный прибор И торжественное мероприятие Первого сентября Фальстарт Фальстарт У вас Андрей Из Мозыря Андрей Кармянский Линейка И это правильный ответ Это сто Тридцать пять Сто двадцать пять Двадцать очков отыграно Десять осталось Урок биологии Вибриссы у кошек Это щетинковидные волосы Для реализации этого из пяти кошачьих чувств Обоняние Обоняние Минус двадцать Обоняние у кошки для этого есть нос Я знаю, о чем говорю У меня их девять Не чувства Кошек, конечно же Прошу Будете жать? Нет Нет На самом деле Вибриссы Они реагируют на движение воздуха И кошка усами Вибриссами Осязает все перед собой Даже в полной темноте И положение у нас изменилось Сто Пятнадцать Сто двадцать пять Впереди команда Андрея Вперед! Урок географии Это состояние нижней части атмосферы В данном месте В данный момент Обычно с нее начинают разговор Когда не о чем больше говорить Прошу? Погода Погода, вы правы И счет стал Сто сорок пять Сто Пятнадцать Урок истории В пятнадцатом веке Произошло объединение двух королевств Кастилии и Арагона И на Пиридейском полуострове Появилась эта страна Что же за Пиридейский полуостров? Да Испания Испания, вы правы Сто тридцать пять Сто сорок пять Великолепно Решающий вопрос Урок физики При уходе электрона И он приобретает такой заряд Прошу Отрезательный Я ничего не имею в права комментировать Андрей, вы можете жать Можете не жать Уже ничего не изменит Не буду жать Не буду А если бы отвечал Что бы отвечал? Положительный Конечно Электрон он минус Ушел электрон Ядру стало хорошо Оно приобрело Положительный заряд Андрей Я поздравляю вас И поздравляю вашу команду Браво! Несмотря на то что Андрей и его ребята Оказались сильнее Все-таки Это представители Одного и того же Клана олимпиадников Умниц Умников Которые нашу гомничину Представляют На разнообразных Творческих Интеллектуальных конкурсах В системе Министерства образования Которые я надеюсь Когда-нибудь тоже будут Поддерживать Нашу уникальнейшую Телевикторию Для школьников А почему? Да очень просто Потому что Если мы смотрим пятерку Мы получаем десятки Играем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова